Первая мировая война в истории человечества и происхождение и смысл слова еврей. Первая мировая – это условное название. Мы только вкратце коснемся, ну, буквально каких-то моментов относительно Ир-Умегдаль. Это город и башня. То, что строили, то, что человечество решило построить после потопа в 1791 году, так сообщают наши мудрецы, они начали строительство. И продолжалось оно 205 лет, пока Ашем их не наказал. То есть она не была разрушена, и люди не были рассеяны. То есть там мы говорили, что как бы спустились 70 малахим и поделили человечество на 70 народов, у каждого свой язык. Я вот с детьми обсуждал эту тему. Как можно представить, 205 лет они дружно строили. У них было несколько, скажем, три группы основные, у каждой из которых была своя цель, но они вместе строили дружно. 205 лет никаких ни войн, и этих самых цегубим, зелазе, тоже не было. И с того момента, как они были рассеяны, все закончилось. И понятно, что этим проектом управлял великий человек. Это был Немрод. Сказано так, что он владел тайнами мироздания, использовал их в своих целях. И он первым человеком, который объявил себя Богом. И к нему также и относились. И одним из его министров был Террах, отец Авраама. А Авраам, он учил людей вере в единого Бога, сотворившего мир. То есть, согласно этому, никто не может себя объявить Богом. С другой стороны, никому не позволено считать другого человека Богом. Приводится история о том, что, известно, что Террах был не только министром, но у него еще была мастерская по изготовлению псалим. Песель – это идол. Известна история, что, когда Авраам пришлось занять место в этой лавке в какой-то момент и продавать псалим, он, понятно, не мог этого делать. Не мог. Как это можно делать? И пришел некий покупатель, ну, так, вкратце, образно. И он спрашивает ему, сколько ему лет. Тот говорит, столько-то, столько. Он говорит, ну, слушай, тебе уже 60 лет, и ты хочешь себе приобрести Песель, то есть, идол, которого сделали вчера, этого Бога сделали вчера. Но тут нужно понимать, что мы этого не понимаем, для нас вот это идолопоклонство, это такое, ну, они такие были глупенькие, необразованные, в школу не ходили. То есть, ну, что с них взять? Так история пятого класса, древнего мира у нас была такая. До сих пор живу чуть-чуть теми же представлениями. Но они на самом деле знали эти секреты, как мир устроен, и могли пользоваться в той или иной степени. Он сконфузился и вышел там, не купил, короче. Не купил. Тут отец его посадил, чтобы он бизнес раскручивал. Пришла там старушка, приношение принесла для какого-то идола. Что Авраам сделал? Известно, да, он взял молоток или топор и всех перебил, всех, оставил самого большого, уложил ему в руки этот топор. И когда отец пришел, он сказал, ну вот, что ты натворил? Говорит, это я? Это они передрались. И он ему говорит, ты что, смеешься надо мной? То есть, как бы то ни было, да, то есть, я так немножко образно говорю, да, есть такой мидраж, который нам эту историю передает. Но тут как бы понять, что Авраам натворил у своего отца, насколько он был. То есть, это очень серьезный конфликт был. Серьезный конфликт. И я видел в одном месте сказано так, что Авраам за грех своего отца, он страдал Авраам, пока не было Акидат Ицхак, то, что переводит в жертвоприношении Ицхака. И тогда душа Тереха, как по-русски, ринкарнируется в Иова. И уже Иов перенял эту, скажем так, эстафету. То есть, потому что Терех, да, сделал Шувубу, да, был великим человеком Терех. В конце концов, Аврааму пришлось отвечать перед ним родом. Потом, значит, он сказано, он сидел 10 лет в темнице. И после этого испытание огненной печью, из которой Авраам выходит живым, что, в принципе, все меняет, но не для всех и не навсегда. Авраама освобождает, и он по приказу Творца уходит туда, куда Творец ему скажет. То есть, он вернулся в город Харан, откуда они родом. Терех Авраам родом из Харана. А это было в Урказдим. Урказдим, если, скажем так, представить Междуречье, то, что мы называем Прат или Ефрат по-русски. Ефрат. Ефрат. Урказдим, он находился, Урказдим находился южнее, да, в Устье. И по эту сторону реки Прат, там же, где Эрец Истраэль. А вот Харан находился выше и находился по ту сторону реки Прат. Пропускаем все, то есть, там много мы о чем говорили, кто с кем воевал, как. И, в конце концов, относительно Авраама. Война четырех царей, так называемая война. Это тоже здесь заложены тайны того, что произойдет в будущем с потомками Авраама, то есть с нами. И, значит, когда в 2023 году, в 2023 году Немрод и три его союзника, я сейчас в нюансы не вхожу, очень подробно у нас описаны все военные действия, но в Торе там всего несколько слов, ну, несколько строчек. Значит, Немрод и три его союзника, они объявляют войну пяти городам, которые находились тогда в долине Сидим. Сегодня это Ям Хамелах, Мертвое море. Там пять царей, которых сначала они захватили, те платили им дань, 12 лет, так и сказано, а потом 13 лет бунтовали. На 14-й год, то есть в 2023 году от створения мира, они пришли, чтобы наказать, как говорится, вассалов непослушных. Так, вот, захватили Лота с тем, чтобы Авраам спровоцировать его на военные действия. Авраам, да, выступает войной и, да, побеждает еще одно чудо, освобождает Лот и так далее. То есть эта война была, с одной стороны, как бы вот против конкретных царей, конкретных, конкретная цель совершенная, наказать их, заставить их платить дань и так далее. Но всегда возникает какой-то еврейский вопрос, Авраама им нужно было достать. Так, это поколение от Ноаха до Авраама, так нам сообщают наши мудрецы, то есть очевидцы, которые передали всю информацию до наших дней, что четверо не участвовали в строительстве Ир-Умигдаль, города и башни. Это, это, Ноах, тогда он еще был жил, Шем, его сын, Эвер, правнук Шема, и Авраам. Вот такая ситуация. Теперь мы можем в двух словах попытаться сформулировать, что же такое еврей. 14 глава, 12 стих. И забрали они племянника Авраама Лота и все имущество его, потому что он жил в доме дальше. И пришел, спасшийся, и принес это известие Аврааму Иври. Так здесь написано, не знаю, как в других переводят. Авраам на иврите Авраам Ха Иври. Буквально Авраам еврейский. Иври. Первый раз, когда встречается, и дальше оно будет уже встречаться. Иври, ивриим, еврейский, еврейский. По-простому это означает, Эвер – это другая сторона. На современном иврите перейти дорогу, скажут, лавор – это хаквиш. Лавор – дера, переехать на другую квартиру. Эвер – это другая сторона. То есть потусторонний, ну буквально так, если можно сказать. То есть Авраам Ха Иври, буквально Авраам, который пришел сюда, в Эрец Кнаан, откуда? Оттуда. Из-за реки Ифрат. Город Харан находился на том берегу реки Ифрат, если мы находимся на территории Эрец Исраэль. Он не просто был потусторонний в плане реки. Он был потусторонний в плане всего, в плане всего, в плане своего мировоззрения и образа жизни. Он был по ту сторону человечества. Он и вот эти, вот эти трое. Он был по ту сторону всего человечества вместе с тремя, у которых он учился. И еще один нюанс. У кого он учился? У Шема и у Эвера. Вот он, Эвер, цепочка. Цепочка. Шем, ну вот так мы нарисуем. Но, Шем, Эвер. И эта цепочка, она передалась Аврааму. Были еще ученики. Где они? Аврааму передалась цепочка. И вот мы сейчас, эта цепочка. Мы с вами, эта цепочка. И поэтому Авраам называется Иври. Иври. Он. Потомок Эвера и его последователь. Вот он, Эвер. Потомок Эвера. Мы все еврейцы. Потомки Эвера. В плане того, что мы его последователи. Того учения, который Эвер получил от Шема. Ноаха. Лемеха. Отца Ноаха. А Лемех, он был современником Адама. Ноаха. Алоаха.